Привет, друзья! Сегодня я хотела бы задать вам один вопрос. До скольки лет вы хотели бы дожить? А теперь я задам вам тот же самый вопрос, но немного по-другому. До скольки лет вы хотели бы дожить, оставаясь при этом молодыми, здоровыми и активными? Знаете ли вы, что в России еще в 18 веке люди в среднем проживали от 22 максимум до 30 лет? А в Европе жили максимум до 35 лет. В 14 лет девушек отдавали замуж, и они сразу же начинали рожать детей, а к 20 годам они уже считались немолодыми женщинами. Старухи-проценщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание» оказывается было всего 42 года. С ростом прогресса продолжительность жизни людей по всему миру начала расти. И уже к середине 19 века в России люди доживали в среднем до 58 лет, а в Европе до 65. К 2000 годам эти цифры еще выросли, и к этому времени в России средняя продолжительность жизни стала равняться 66 годам, а в Европе – 76. При этом интересно, что до нашей эры люди жили примерно столько же, как и в России 18 века, то есть приблизительно 20-25 лет. Получается, что за последние пару столетий мы смогли значительно увеличить продолжительность нашей жизни, примерно в 2 и даже больше, чем в 2 раза. Разве это не вселяет оптимизм? И как вы думаете, можем ли мы делать что-то каждый день для того, чтобы еще продлить свою жизнь? Причем я говорю именно о здоровой, молодой и активной жизни. Смотрите это видео дальше, и вы узнаете много нового, полезного и интересного. Так что же такое старость в наши дни? Известный специалист по психологии развития личности Эрик Эриксон выделял 8 этапов психосоциального развития личности. Первые 5 этапов от рождения и до 19 лет – это детство и юность, и их мы не будем касаться в этом ролике. Далее этап с 19 до 35 лет – это молодость. Затем с 35 до 60 лет – зрелость. И с 60 лет – и дальше старость. Существуют и другие международные и российские классификации, но в целом они очень похожи. Конечно, все это только усредненные цифры, и процесс старения у разных людей происходит с разной скоростью. Все сказанное говорит о том, что этот неотвратимый процесс можно замедлить или ускорить. Конечно, никто не хочет стареть. Старость несет с собой не только внешние изменения, но и внутренние. Люди начинают замечать, что им не хватает энергии, теряется вкус и интерес к жизни. Все меньше остается желаний. Многие уже перестают верить в то, что их мечты могут сбываться. Старость – это снижение способности организма, способности человека противостоять различным стрессам. Ведь человек, по сути, это тонко организованная система, которая в каждый момент времени приспосабливается, адаптируется к постоянно меняющимся условиям окружающей среды, ко всему тому, что с ним происходит, и к различным негативным воздействиям, таким как слишком яркое солнце, жара или холод, вирусы, воспаление, недостаток или избыток питательных веществ, недостаток движения, или наоборот, чрезмерная, изнуряющая физическая нагрузка. Ну и, конечно же, такие негативные воздействия, как алкоголь, табак, загрязненная окружающая среда. В результате этой непрекращающейся борьбы со стрессами организм человека изнашивается, а психика, психические ресурсы истощаются. Безусловно, темпы старения зависят от наших врожденных особенностей, но во многом они зависят и от нашего образа жизни, от системы наших ценностей, взглядов и убеждений. Исследования выявили, что пожилые люди, ощущающие себя моложе сверстников, живут значительно дольше и выглядят моложе. Это совершенно не значит, что оптимисты живут дольше остальных. Нет. Дольше других живут реалисты. Реалисты – это те люди, которые постоянно заботятся о своем здоровье, проходят регулярные обследования у врачей и делают что-то каждый день для поддержания своей молодости, здоровья и уровня своей энергии. Так что же мы с вами можем делать для того, чтобы дольше жить и дольше сохранять молодость? Первое. Правильно питайтесь. Контролируйте свой вес. Следите за тем, чтобы ваше меню было разнообразным, с достаточным количеством питательных веществ и микроэлементов. Следите за размерами своих порций. О правильном питании для здоровья, молодости, снижения веса я планирую снять отдельный ролик. Второе. Соблюдайте режим дня. Ложитесь спать желательно до полуночи. Спите не менее 7,5 часов. Спать желательно в полной темноте, поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваши шторы хорошо закрывали окна от света. Все это способствует выработке гормона мелатонина, который продлевает молодость и замедляет старение. Пик выработки мелатонина приходится на время от полуночи до 5 утра. Третье. Следите за тем, чтобы вы достаточно двигались. Правильная осанка и физическая активность – это необходимые составляющие молодости и долголетия. Много ходите. Уделяйте внимание силовым тренировкам. Если вы не тренируетесь, то после 35 лет ваше тело начинает терять приблизительно 150-200 грамм мышц в год. При этом жировая прослойка накапливается гораздо быстрее, чем в более молодом возрасте. Именно поэтому, кроме кардионагрузки, необходимо подключать и такие силовые упражнения, которые будут помогать вам наращивать и сохранять мышечную массу. А также употреблять в пищу достаточное количество протеинов, необходимых для построения мышц. Поэтому, если вы совсем не занимаетесь спортом, то начните с самых простых, но очень важных упражнений. Это приседания и отжимания от пола. Найдите в интернете технику правильного выполнения этих упражнений. И начните делать ежедневно каждое из этих упражнений по три подхода, по столько раз в каждом подходе, поскольку у вас будет получаться. И постепенно доведите количество повторов в каждом подходе до 20 раз. А затем постепенно подключайте другие силовые упражнения. Сегодня для того, чтобы контролировать, достаточно ли мы двигаемся, существует большое количество различных гаджетов. Это и шагомеры, и фитнес-трекеры, и умные часы. Вы можете воспользоваться ими для того, чтобы контролировать уровень своей физической нагрузки. Кроме физической активности, важно поддерживать активным свой ум. Станьте, как в детстве, жадными до знаний. Расширьте круг своих интересов. Больше общайтесь, больше путешествуйте. Изучайте новые языки, другие культуры, читайте книги. Все это будет помогать вам поддерживать свой ум активным и живым. Пятое. Поддерживайте свой иммунитет. Избегайте простудных и других инфекций. Чем меньше наш организм испытывает воспаление, тем медленнее старение и тем дольше молодость. Для тех, кто не знает, большинство продуктов питания, которые способствуют набору лишнего веса, провоцируют сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания, также запускают процесс воспаления в организме. Это жареная, сахар и продукты из рафинированного сахара, в том числе сладкая газировка и выпечка, маргарин, красное мясо и продукты из него, такие как сосиски, колбасы, гамбургеры и другие. Эти продукты содержат конечные продукты гликирования, а также окисленные и насыщенные жиры, которые вызывают воспалительный ответ организма. Существуют также и продукты, которые оказывают противовоспалительное действие. Это томаты, фрукты и ягоды, яблоки, апельсины, черника, клубника, вишня, листовые овощи, оливковое масло, орехи, миндаль и грецкие, зеленый чай, кофе, жирная рыба, такая как лосось, сардины, тунец. Шестое. Избавьтесь от всего, что вызывает у вас депрессивное состояние, тревогу, раздражительность, сильный и продолжительный стресс. Все это ускоряет старение. Кстати, кратковременный стресс оказывает стимулирующий воздействие на организм, пробуждая защитные силы. Кратковременный стресс – это, например, закаливание, голодание или пост, интенсивная физическая нагрузка. Для того, чтобы ощутить на себе положительное воздействие кратковременного стресса, необходимо давать себе время на отдых и восстановление. Седьмое. Избыток солнца вызывает фотостарение кожи. Выходя на улицу в солнечную погоду, всегда используйте солнцезащитный крем с фактором защиты 50. Одевайте головные уборы и солнцезащитные очки. Восьмое. Откажитесь от вредных привычек. Отказ от курения – это плюс 9 лет к вашей жизни. Отказ от злоупотребления алкоголем – плюс еще 8 лет. Девятое. Старайтесь выглядеть хорошо. Когда вы хорошо выглядите, вы чувствуете себя уверенно. Вы чувствуете себя настолько лет, насколько вы выглядите. Это стимулирует нейроэндокринную регуляцию процессов жизнедеятельности в организме и замедляет старение. И десятое. Последнее, но, наверное, самое важное. Осознайте, для чего вам это нужно. До скольки лет вы собираетесь прожить? Что вы собираетесь делать со своей жизнью? Что вы можете принести в этот мир? Что хорошего вы можете сделать для себя и для других людей? Установлено, что дольше всех живут люди, которые знают свое жизненное предназначение. Люди, которые ощущают свою ценность и нужность для этого мира. Люди, у которых есть широкий круг общения. Люди, которые стараются не погрязать в рутине, а регулярно тренируют и совершенствуют свое тело и свой ум. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрите мои ролики. И я желаю всем молодости, здоровья и долголетия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!